И всем привет, друзья! С вами Леймстоун, и сегодня я попрошу вас приготовиться. К чему, спросите вы? А к тому, что у нас будет обзор модов на Майнкрафт на версию 1.16.3 под названием Plong. И, в общем-то, с этим модом вы сможете декорировать свой... Что это такое? По-моему, это дуб. Да, это дуб, всё нормально. Вы сможете декорировать свой дуб. Как же вы будете его декорировать? Всё достаточно просто. Вы теперь можете взять свой железный нагрудник, любименький, родненький, и подойти к дубу, и нажать на кнопочку. П, английскую. И вы повесите свой нагрудник на этот дуб. Также можете повесить ведро с лавой. И также кожу. Вот таким вот образом. И да, в общем-то, эти вещи можно вешать в нескольких штуках на один блок. И, в общем-то, во-первых, посмотрите на то, как странно это смотрится. То есть у нас тут нагрудник, тут кожа, а тут огромное ведро лавы. Выглядит странно, но одновременно с этим весьма красиво. Кстати говоря, сюда мы можем добавить меч. Вот так вот. То есть, да, работает это примерно как-то так. То есть вы просто находите себе какой-нибудь блок, нажимаете кнопочку P и помещаете на него любой предмет, который вам только нравится. В принципе, то же самое, кстати говоря, можно и с блоками сделать. Давайте нажмём на P. И вот так вот смешно он у нас размещается. По-моему, кстати говоря, нельзя на него запрыгнуть. Нет, к сожалению, нельзя. Мы через него проходим. Но всё равно выглядит достаточно интересно. То есть, в общем-то, да, вот так вот это и работает. Вы можете взять какие-нибудь предметы и выложить их целый стак. На, по сути, один блок у вас приходится четыре стака каких-нибудь разных предметов. То есть, в принципе, если мы сейчас возьмём стак яблок, то стак яблок мы сможем поместить. Кстати говоря, интересно, если мы возьмём ещё стак яблок, то, да, как вы можете видеть, ещё стак яблок сюда помещается. Если мы возьмём новое яблочко, то, как вы можете видеть, да, оно пришло. Но если мы повесим ещё одну, то она состакается уже вот с этим. То есть, в принципе, это именно так и работает, что вам нужно размещать здесь стаки. И, в общем-то, вся эта система прекрасно работает вообще с любыми блоками, поверхностями и всем вообще, что вы захотите. То есть, тут у нас есть камень, на него я поместил вот такой вот набор предметов. Тут у нас вот такой вот каменный заборчик, каменная стенка. Тут у нас, кстати говоря, не размещал ничего. Давайте мы сделаем так, на П. Вот таким вот образом, кстати говоря, не очень красиво. Давайте лучше меч, вот так вот уже немного интереснее. В принципе, можно было бы ей сделать какие-нибудь красивые глаза из предметов, это было бы, наверное, круто. Но, тем не менее, мы посмотрим дальше. Тут у нас поршни, то есть, казалось бы, вот мы просто прилепили сюда ведро лавы, прямо к поршню. Очень круто. Дальше, на Тинди также всё это можно прилепить. И на верстак, и на печку. А вот тут, кстати говоря, у меня забор, и на забор я прилепил ковры. Да, ребят, вот так вот это смотрится. Кстати говоря, я тут сообразил, что в принципе, в принципе, если исхитриться, у нас ковры стакаются, то вот у меня не получалось до обзора, именно из-за того, что я немножко не разобрался в том, как стакаются предметы. Но если мы сейчас очень захотим, давайте на, кстати говоря, правую кнопку мыши они снимаются, предметы все по одному, а на левую можно сразу все выкинуть. Давайте мы с вами сейчас исхитримся и сделаем вот так. Нажмём на П один раз, возьмём ещё белый ковёр, нажмём ещё раз на П, и попробуем. Да, вы уже понимаете, что я хочу сделать. Мы попробуем с вами сделать флаг. В общем-то, я думаю, что у нас получится. Давай ещё П, и сделаем вот таких вот два. Раз П и два П. Давай, делай. Немножко промахнулся. Давай ещё раз. Раз П. Эх. А, нет, по-моему, правильно, нет? Нет, неправильно. Надо ещё выше. Да что ж это такое? А, нет, я знаю как. Знаете, как надо сделать? Надо сделать вот так, надо взять этот ковёр. Так, подожди. Надо взять этот... Что ж ты будешь делать? Надо взять забор, взять ковёр, нажать П, потом ещё разок нажать П. Потом мы должны вниз что-нибудь поместить, чтобы у нас подвинулось. Как вы можете видеть, у нас посередине забора разместились наши ковры. Но если мы вниз этого же забора что-нибудь поместим, например, вот так вот, то да, у нас получится флаг. То есть внизу нам нужно чем-то забить место, чтобы немножко, как вы можете видеть, подвинулось вот этот вот слой предметов, чтобы он подвинулся вверх. И у нас получается флаг. В общем-то, как-то так все это и работает. Кстати говоря, по-моему, в принципе, можно было... Ну ладно, давайте не будем ничем заменять. Я думаю, и так неплохо. Вот так вот это круто смотрится. Да, опять-таки, на наковальник все это есть. У нас тут заборчик. Кстати говоря, я не проверял на крафт... На этих самых, на столах зачарований. Давайте-ка мы также возьмем ковер и попробуем на кнопочку П. Да. Он тоже размещается. Кстати говоря, это даже выглядит красиво. То есть, посмотрите. То есть, у нас получается как будто... Как будто это, знаете, это как бы продолжение вот этого вот... Я даже не знаю, как это назвать. Такой тряпочка, которая лежит сверху. Или салфетка. Ну, в общем, да, действительно. Вот эта вот тряпка, на которой лежит книга, она как бы продолжается за счет этого ковра. То есть, выглядит, в принципе, достаточно стильно, прикольно. Или можно просто обивку сделать с одной стороны. И все это будет выглядеть достаточно неплохо. Давайте поднимемся. Ну, если сделать так со всех сторон, то, в принципе, я думаю, будет нормально. То есть, будет такая прям обивка. И, кстати говоря, да, на сундук тоже все это можно разместить. И сундук при этом открывается. Кстати говоря, как вы могли заметить, у нас также все это прекрасно размещается с любой стороны блока. То есть, мы можем, например, ковер разместить вот так сверху. И он будет вот так вот выглядеть. Кстати говоря, энчантинг тейбл тоже. То есть, это такой маленький энчантинг тейбл, который стоит на большом блоке. И рядом с ним маленький ковер. Выглядит это странно. Но давайте попробуем заборчик. Давайте. То есть, ребят, вот как это выглядит. То есть, у нас теперь есть вот такое вот пространство для создания небольших декораций, маленьких блоков. И, в общем-то, ну, кстати говоря, трава не очень красиво поместилась. Но, тем не менее, в общем, я все сломал. Все испортил, все испоганил. Ладно, давайте поместим обратно. Было красиво. Вот таким вот образом. И, в общем-то, давайте наковальню. Я думаю, будет отлично. Давайте наковальню. О, супер! Вот, это класс. В принципе, я думаю, также можно было бы разместить, например, какие-нибудь декоративные блоки из модов. Может быть, какие-нибудь, я даже не знаю, может быть, маяки, может быть, еще что-нибудь. То есть, выглядело бы это тоже очень круто, весьма здорово. И, в общем-то, да, вот такой вот необычный мод. И мне, кстати, даже захотелось сделать то же самое с сундуком. То есть, если мы возьмем немножко, сделаем вот так, вот так и вот так, то мы накрыли сундук. Да, очень круто. Кстати говоря, в принципе, так, ну, не то, чтобы можно было бы его спрятать, но, в принципе, если бы мы вот так вот его накрыли, может быть, может быть, выглядит... В принципе, если у нас есть стена шерсти, знаете, мне даже стало интересно, то есть, если мы возьмем вул, да, вот красный вул, то как это будет смотреться, если я прям вот так вот поставлю? Нет, к сожалению, палец, если только совсем издалека не заметить, но все равно, все равно неплохо. Опять-таки, можно... Ну, зубной правой кнопкой мыши, конечно, снимаем ковры, поэтому неудобно взаимодействовать, но все равно с задней стороны, может быть, можно было бы вот так вот продекорировать свой сундук. В принципе, да, вот такой вот мод, достаточно странный, но это, кстати говоря, не все его фичи, потому что тут можно делать еще кое-что. Можно... Ой, стоп, что я делаю? По-моему, это делается не так, надо... Так, сейчас, подождите, я попробую... Это на P, это еще раз на P. А как же это делается? Надо сделать shift, по-моему, на... Ах, да, shift, правая кнопка мыши, мы можем вращать предметы. Да, то есть, в принципе, мы можем вот так вот разместить наш меч. Я даже, знаете, что придумал? Мы с вами сделаем вот так. Мы с вами... Сейчас я возьму меч, нажму на кнопочку P, и я немножко на shift и правую кнопку мыши его повращаю. И у нас получится... Ну, в общем, да, почти получилось. То есть, если вот так вот смотреть, то получается, что у нас яблоко как бы насажено на меч. То есть, это прям вот... Это как шампур практически. В общем-то, да, как-то так-то и работает. И, в принципе, вот такой вот мод, как мне достаточно классный, достаточно интересный. То есть, в принципе, вот так вот можно прийти к себе домой и просто в одном углу развесить себе броню, в другом углу развесить себе мечи, в третьем стаки там со свининой, еще с чем-нибудь. Можно прям реально все задекорировать, как будто у вас, знаете, там кожа сушится, или мясо сушится, или еще что-нибудь. И, в принципе... Ну, или рыба, кстати говоря. И, в принципе, будет достаточно круто, достойно. Кстати говоря, если мы сделаем так со ступеньками, То, ну, мне сейчас надо побольше Нет, мне надо еще больше, надо стаками Давайте мы возьмем несколько стаков ТНТ В принципе, может быть, это будет выглядеть достаточно Нет, к сожалению, блоки Конкретно ТНТ, вот он забил Забил ступеньку, было бы круто, знаете, если бы Оно смотрелось, как будто Как будто оно прям висит, прям вот на ступеньке Что-то, что-то вот прям было похоже На то, как будто оно прям лежит на ступеньке Может быть, немножко получится как-то Нет, это я вверх зелье поместил, ну, а если еще разок Ну, в общем-то, это не очень красиво А если вот так, ну, уже Это уже что-то напоминает, знаете, мне кажется Хммм Нет, но Единственное, что мне это немного напомнило улыбку То есть, как будто вот это рот, а вот это глаза Но, тем не менее, да, вот такой вот мод В принципе, я с ним, кстати говоря, долго Могу играться, потому что у меня появились еще некоторые Идеи, но, в принципе, все остальное Вы уже сами самостоятельно Можете попробовать, но, а на этом Мы с вами, пожалуй, будем прощаться, единственное, что Я, наверное, все-таки вам рекомендую что-нибудь Придумать вот с такими вот коврами И покрытием блока, потому что На мой взгляд, в принципе, вот именно из этого То есть, ну, вы понимаете, это просто блок земли Вот именно из такого покрытия, в принципе, как раз Можно было бы сделать какие-нибудь очень красивые узоры То есть, может быть, какие-нибудь спирали были бы По блокам, еще что-нибудь, то есть, было бы очень круто Попробуйте что-нибудь такое, думаю, вам должно зайти Ну, а на этом уже точно Все. Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, зовите друзей и оставляйте Комментарии, а также не забудьте, что Правильно, подписаться на канал и нажать На колокольчик. А с вами был Леймстоун. Всем удачи и всем Пока